Всем привет, на связи Экосплей, и снова мы в колесах. Так, и чё это я? Я ж уже все загрузил. Поехали. Так, а чё мы не едем? Потому что я не туда жму. Всё логично. Куда ехать? Вроде куда-то недалеко. В Memphis. Да, совсем недалеко. Как туда лучше поехать? По 40-й трассе, да? Ну, окей. Окей. А ты мне не хочешь дорогу показать? Спасибо. Ну что ж. Чё это я? А, ладно, пофиг. Впервые я могу сказать, что у меня, в принципе, всё хорошо. Если я правильно разобрался с моим бюджетом... Сейчас я его покажу. Вот. Это я заработал, получается, всего. За все свои 39 работ. И это получается, что я практически на полпути к заветному миллиону. Я, короче, вообще очень много времени потратил, чтобы обдумать свою тактику, стратегию. И я пришёл к выводу, что у меня как бы два пути. Брать вот такие грузы по 12-15 тысяч и перейдь через всю страну. Либо брать небольшие грузы по 8-9 тысяч. Ну, не 2 тысячи, конечно. И кататься всё-таки до ближайших городов. Мне кажется, такая тактика... Она себя... Более оправдывает, поскольку грузов я его перевожу больше. И... То же расстояние... От одной части страны до другой. Выполняя один груз... В моей тактике... Я буду перевозить несколько. И заработок получится. Соответственно... Может быть, выше. А может быть, такой же. Не знаю. Но мне кажется, стоит попробовать. Стоит попробовать. Я всё равно ничего не теряю. Замечательно. А раз я ничего не теряю... То и беспокоиться мне не о чем. Не... Не врезался. Загляделся. Засмотрелся. Задумался. О, ни хрена себе. 65. Это ж... Что это? Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш... Это на 5 километров в час больше, чем 60. Хотя тут мили, да, в час. Вот в любом случае быстрее Прям вот вообще быстрее Вот это у меня по душе Это мне нравится Это то, чего мне не хватало Хотя тут в некоторых местах ограничение 110 миль в час Поэтому все равно такой себе В какой же игре я разгонялся до 110 Или это мне казалось так Я тоже посигналю Надеюсь, я ему посигналю Потому что я по-прежнему не слышу никаких звуков Кроме своего собственного бухтения Не сказал бы, что оно мне прям сильно так не нравится Я уже к своему голосу более-менее привык Привыкли ли другие? Ну, не знаю Напишите об этом в комментариях Мне интересно Все-таки по секрету скажу я На Свою речь Кое-какое время Потратил Так Починился И сейчас заправлюсь Во, поехали Всякие там скороговорочки Упражнения для речи А, в смысле? Мне изнутри, конечно, эти различия До и после Не особо заметны Поэтому Тут скорее вопрос К моим подписчикам Поскольку Именно вы Слушаете мое бухтение И именно вы Можете оценить разницу Как было до И как стало после Изменилось ли вообще что-то? Не изменилось Тембр голоса я изменить К сожалению Не могу Поэтому для кого-то Он может казаться И Писклявым Надеюсь, конечно, что это не так Ну а даже если это и так То мне придется с этим Просто смириться Везерепорт Ну давайте Везерепорт сделаю Нормальная погода Найс везер Луки гуд фэр хэнд Ммм Еще одна странная развязка Такие здесь встречаются Достаточно редко Знаки странно расставлены Они меня несколько пугают Иногда Пугают и путают Че у вас тут произошло, пацаны? Давайте-ка я сохранюсь Это же первое дело В этой игре Едем Едем Соседнее село Где поворот? Короче, иди ты В задницу Ты тоже Иди В задницу А вот этот Пусть как хочет Но он мне вроде как не мешает После улучшений Тачка стала Ё-моё Лучше управляться Да и скорость Тоже увеличилась Короче Радостно Но все равно Скорость Это Боль моя дырка Задница Тут уж не попишешь А куда я еду вообще? Давай вот сюда вот встряну Так это подожди Мне вообще куда-то туда Traffic report Ну давай я пока тут встану И скажу тебе Не то Traffic report Ну 4 4 5 А Мне некому говорить Ну ладно Ладно Тогда я и ждать никого не буду Тут пацаны стоят А я пока Пожалуй сверну Третьего дня Меня одолело любопытство Я залез в первый Евротрак симулятор Он вроде Ты слышь что делаешь Он 2009 года выпуска Ооо Сейчас еще один меня подрежет Ну ладно Тут Осталось чуть-чуть ехать 2009 года выпуска И он выглядит прямо норм Я не знаю Что там за пацаны Делали 18 стальных колес Экстремальные дальнобойщики Экстремальные дальнобойщики 2 Но У меня такое ощущение Что эти две игрухи Они по сравнению С Евротрак симулятором Просто Сосут Карта там конечно Маленькая Прям вот очень маленькая Но название Она все-таки оправдывает Это Европа Центральная Европа Так приехали 63 царя Нормально Нормально я так Поднял бабла Economy Выплачиваю эту всю фигню Так Что ж Что ж Что ж Что ж Что ж А вообще Нет Думал можно тачку купить Еще одну Но Пока что нет Давайте посмотрим Что у нас там Пацаны Эти пока Никак Этот Вот Да Но Я его вроде Пока что Немножко Осаживаю Вот Сейчас Этот Дедок Такой Длинный Маршрут Выбрал И Сколько Вот ему За него Заплатят Че Он Везет Так Непонятно Бобенка Свои деньги Оправдывает Я Ею Доволен Так Что ж Что ж Давайте Брать Следующий Груз Возьмем Максимально Дешевую Тьфу Дешевую Максимально Дорогую Из максимально Близкого Вот Как Так Я это Сформулирую Что у нас там Хьюстон Хьюстон В принципе Недалеко Миннеаполис Миннеаполис Далеко Поскольку Я его на карте Не вижу Хьюстон То он Виден На карте Мемфис Хьюстон 13 Сколько 32 Ксаря Я думаю Надо брать Вот эту штуку И вообще Не задумываться Так Питтсбург 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 О да это И недалеко Все 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 Я сказал Все За сегодня Получается Я тогда Сделаю Тихо Два рейса Может быть Три Короче Сколько Получится Как я Говорил Моя Ближайшая Цель Это Все Таки Закончить Хотя Бы С одной Игрой Сирии 18 Стальных Колес Мне Прям Не терпится Приступить К евротрак Симулятору Вообще Не терпится Как мне Туда Поехать Лыше Да Надо Все Таки Вернуться В Мемфис Погнали Подняться До Индианаполиса Или Да Или Нет Ну-ка Карту Мне Быстро Родмэп Так Станции Взвешивания Если я Поеду До Атланты Здесь Вот Одна Есть Это Мне Не Хотелось Бы Поэтому Я Поеду Через Мемфис До Индианаполиса Потом Ну Сначала Дорога Получается На Чикаго Миннеаполис Короче 55-70 Вот Такой Маршрут Такой Вот Маршрут Такая Стоимость Меня Полностью Устраивает 32 тысячи До Питтсбурга Ехать Достаточно Близко Это Хорошо Это Очень Хорошо Конечно Конечно Надо Сохраниться Вот Вот Кстати А Нет Так Поехали Опять Я забыл При монтаже Посмотреть Стоимость Груза Прошлого Вернее Позапрошлого Или Какого-то Ну Который Джекпот 22222 Не знаю Не знаю Уж там Пусть Мои Внимательные Зрители Комет Отпишут По этому Поводу Че там Вообще Как Че Произошло Вообще Действительно Ли я Такой Четкий Груз Взял Или Мне Все-таки Показалось Или Это Какой-то Баг При Перезагрузке Произошел Короче Че-нибудь Там Напишите За день Столько Видосов Записываю Что Не успеваю Отслеживать Свою мысль Великую И не очень Малую Великую Хорошо Еду Хорошо 65 миль Час Это Прям Нормально Это Сколько Получается 90 Да Или Что-то Около Того Так Вот Здесь Надо Повнимательнее Куда Эта Дорога Ведет А этот Пацан Знает Куда Дорога Ведет Мне Надо Чикаго Миняполис По-моему Да Не Хьюстон Это Точно Да Что Такое Выключись Скорее Всего Это Вот Эта Дорога Я Сейчас Сделаю Крюк Прям Такую Хорошую Петлю Практически На 360 Градусов Развернусь Очень Странно Очень Странно Ну да Ладно Так Так Своему Оппоненту Главному Я Ничего Не буду Говорить Пусть Дорожный Трафик Сейчас Он Меня Подрежет Нет Не Подрезал Ладно Пусть Для него Это Останется Сюрпризом Хорошо Иду Хорошо Замечательно Возможно На других Складах Были бы Грузы И дороже Чем 32 тысячи Но Я его так Удачно Увидел Мне бы потом Было бы просто Лень Туда возвращаться Надеюсь Топлива Мне хватит Просто Вот так Я Все Сделаю Чтоб Время Не терять Так Мне нужен Поворот На Питтсбург Питтсбург Так Ну ты Долго Будешь Тут Тащиться Надо Сохраниться Да Хлебнуть Чайку Че Я ее Зря Наливал Уже Скоро Остынет Ой Хорошо Дик Витч Копающая Ведьма Позволить Если я Вот так Просто Поеду Наплевав На вас Обоих Я Плюю Вам В лицо Ох Оно 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 чё так есть у меня конечно такая идейка вот такая вот идейка зафоткать стоимость этого груза шами мешает его зафоткать вот так только так отключается да все вот нормально вот так вот сделаю красиво и подожди и засуну на превьюшку чтобы все знали что здесь наконец-то пошел заработок деньги просто рекой потекли без карты немножко непривычно ну да ладно и так сойдет пицбург прямо можно в принципе включить круиз-контроль и почесать наконец-то чешущуюся шею замечательно мне прямо полегчало чувствую себя человеком так вот немножко еще по спойлерю по поводу евротрак симулятора первого вот как там выглядит карта она очень похожа на ту карту которая реализована в этом как и в полном загрузе в мужской работе странно непонятные расположение дорог именно в городе не квадратно-гнездовое как вот здесь а весьма такое странненькое ну графоне мне понравилось возможно возможно второй евротрак симулятор он просто на другом движке сделан поэтому чтобы не колупать себе мозги с переносом всего контента на другой движок чехии взяли и запилили другую игру что минус 68 косарей по его или две проценты плачу она да у меня штандики это его мы до неделя началась не очень я же там за кредит типа плачу плачу и плачу выбило меня это сообщение из колеи и вот та вот цифра в минус 68 тысяч американских рублей я здесь поеду тоже не против нет никто не брать но как скажете чайник чё-то щелкает непонятно чё ему этому чайнику надо так заруливаем аккуратненько заруливаем замечательно где там эта хрень где-то здесь должен быть вот она эта хрень я такой торможу и плачу минус 35 царей так это уже что-то это надо сохраниться это надо сохраниться пятая неделя пошла конечно в реале мы играем гораздо дольше в эту фигню чё там три тысячи шесть тысяч ну вот в принципе за шесть тысяч можно взять так хорошо джин тоже что-то привез на 15 царей молодец пять тысяч до далласа нет если чё я возьму 6 тысяч до вашингтона ну а сейчас я до мега могу доеду мега могу шо здесь о вижу приличные циферки да ё-моё сан-франциско город полный риск а туда я не поеду с алталек сити я не поеду далеко в мэпфис я не поеду слишком дешево так осталось еще две фирмы ты со мной поедешь нет не поедешь ладно нет все таки со мной поешь мне не поедешь да ну ладно как его угол срезал просто как мастер интересно зачем здесь вообще столько дорог если фирме тут всего-то ничего конечно мне на это можно ответить что это все-таки симуляция города на что я скажу ок не знаю что он точно я ему генерирую ответ смотрим майами майами хьюстон пиццбург хьюстон хьюстон пиццбург в принципе нормально до хьюстона за такие деньги ехать о бабенка то моя привезла за 20 косарей чего-то молодец нравится радостно ща он туда еще загоняю но у меня такое ощущение что там как обычно ни хрена нет это вот бесполезная база обычно это может я просто не в то время приезжаю да здесь ничего нет ну что едем в хьюстон и блин хочу отметить что это прям рекорд для серии игр 18 стальных колес когда я за одну серию еще даже половины часа не прошло а при этом я уже перевез два груза сейчас возьму 3 а там и четвертый могу взять мне что-то мешает нет ничего не мешает я тут все-таки не мешки ворочаю погнали 70 55 40 30 70 55 40 30 ну к чё там 70 55 40 30 70 а если я поеду 70 65 75 и дальше по 10 мне кажется я так больше времени сэкономлю короче пока что я поеду до и дэнвера вот по 70 70 потом поворот на 65 дэнвер потом атланта как-то так как-то так а где этот гребаный выезд а вот я уже не в минусе это хорошо это получается сколько мы привезли вместе 68 косарей просто практически одномоментно а это значит что я за сегодня заработал ну суммарно я про ту вот здоровую цифру это получается около 500 косарей там должно сейчас быть я это посмотрю сохранюсь посмотрю давайте смотреть так до 548 косарей пол мать его ляма эти пока отстают пацаны но вот насчет маней я не знаю что это что это означает вообще это вообще лыбится ух ненавижу тебя возможно они ближе к миллиону сложно сказать сложно сказать надо не отвлекаться надо ехать 70 65 70 65 так линда что-то привезла какую-то херню за 6 косарей надеюсь у нее все хорошо так сбрасываю тормоз и разгоняюсь возможно стоит все-таки музыку включить давно у нас музыки не было так индианаполис не поворачиваем поворачиваем следующий поворот после индианаполиса вот вертолет полетел какого хрена ты делаешь что это вообще было как он мне под колеса заскочил урон здесь конечно летит просто один удар и уже 12 процентов ну это че давай кэшируй геометрию мира быстрее так я просто здесь вот поеду так 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 сохранюсь и все-таки врублю муточку тихо я и не успел не успел не успел клавиш перехватить ща почему плеером нельзя с клавиатурой управлять это было бы удобнее чем вот я мышки там навожу а потом пытаюсь перехватить кнопки управления ну разработчиками дать не до этого было все погнали просто здесь поеду иди она плюсу я говорю нет так а вот этому я говорю подожди стоп вот атланты все хорошо атланты это то что мне надо какая странная машина так надо сохраниться надо сохраниться и теперь со всех ног едем до хьюстона это все углы буду срезать уголки уголочки угольки где-то копы рядом да ё-моё да шо ты творишь вот атланта мне туда вы можете сказать да кто бы говорил по поводу того что ты творишь ты 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 блин надо было подзаправиться интересно мне до заправки хватит топлива надо посмотреть как там ехать так карта дорог да если я успею вот до этой заправки доехать все будет хорошо не тормози пожалуйста ну и что что она у меня на хвосте не пофиг вообще пусть сначала догонят как не друг а не вон вижна хвосте да действительно блин черт А такой маневр хороший получился бы. Сбросил бы с хвоста полицию. Так. Начнем с этой. Она как-то больше удачи приносит. Обычно. Все-таки, возможно, вот этот трек для Пыли Дорог действительно переделали. Ну, раз он уж называется, Пыль Дорог, хотя, возможно, в выражении Pedal to the Metal скрыт другой смысл. Какая вот здесь разрешенная скорость, кто знает. Я не в курсе. Во, полиция у меня на хвосте. Зачем они у меня на хвосте? Блин! Пошли все на хрен! Мне прямо. Так, круиз-контроль и сохраняшку, потому что я уже много проехал. Так, вот тот пацан мне не хочет уступить. Ладно. Я вот так вот поеду. Что? Что такое терминатинг персьют? Я сбросил преследователей, типа, или чё? Или куда? Не понимаю. А, вот ещё копы. Ну, перебьются. Возможно, мне удалось действительно преследователей скинуть с хвоста. И это прикольно. Типа, новый экспириенс. Какого хрена ты делаешь? Фидорас. Ох. Аж волосы на руках дыбом стали. И ведь такое часто и в жизни бывает. Я не про волосы на руках. Я про вот таких вот личностей, которые берут просто и поворачивают прямо перед носом у тебя. Вот этот непонятно тоже, что творит. Мне сейчас надо будет заправляться. Это чё, пальма, что ли, появляются? Что? Ты меня всё-таки догнал. Отпусти меня. Спасибо. У вас тут знаков-то ограничивающих скорость нет. Чё ты меня гонишь? Откуда я знаю, какое здесь ограничение у вас? Где я его должен был посмотреть? Ехать до какого-нибудь этого Минниаполиса и смотреть там в начале трассы? Странные вы, конечно, люди. Очень странные. Так. Расходы на бензин выросли. Хотя, возможно, не стоило просто доводить до такого... Какого хрена ты делаешь, козёл? Он взял просто и въехал в меня? Ой, мать его, я в шоке. Я, мать его, в шоке. Оооо. Надо было после заправки сразу сохраниться. на вон копы возможно по их на лодке за мною нались вся не что творишь но это какое здесь ограничение скорости кто знает из музыки хреново ну ничего сейчас я быстро до заправки доедут сомни вот всякие вот такие вот козлы не будут мешать я поворачиваю и серьезного я поворачиваю слышь дебил трафик репорт ну давай трафик репорт 4 light трафика ему скажу интересно этот груз я довезу сегодня или нет нет прям как на нюрбурн нюрбурн крынге тоже такие вот наклонные трассы там есть участки трассы так надеюсь эти пацаны не будут у меня перед носом поворачивать в мою полосу а конкретно в меня там тоже нормальные пацаны на встречке едут подрезают друг друга хотят чё хотят то и делают свободная страна как ни крути так ну чё починимся немножко заодно дуде бич и заправляемся на очень странно но в этот раз я на меньшее количество денег за заправился там было 500 с чем-то тут 452 странно очень странно ух шатик глюки и подлагивание прямо бесит мне вот сюда спасибо пожалуйста возможно следующим грузом действительно стоит взять что-нибудь до сан-франциско или лос-анджелеса тут же далеко а нет лучше не надо до далласа какой-нибудь взять отдалась вообще близко а по этой карте они да тоже близко но здесь визуально они ближе при этом я только сутки еду это прямо интересно то есть я сша пересек с севера на юг прямо целиком сша и это всего лишь сутки интересно это реально так или нет при всем при том сутки еще не закончились то есть у меня есть еще два часа полтора часа полтора часа нет два с половиной часа чего ну сейчас уже два часа чтобы достичь хьюстона и я практически уже приехал это очень интересно мне все таки интересно что там заметка между 50 и 60 милями в час на спидометре что это означает просто 55 так дождичек это магаз я по-моему открывал да нет не открывал или открывал нет не открывал да и насрать не хочу время тратить так хьюстон следующий поворот хьюстон что надо сделать правильно сохранится и довести уже этот груз наконец-то забрать свои законные 20 косарей и тихо 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 блин серьезно да я сохранил блин я вместо загрузки нажал сохранение и какой же я молодец ну ладно возможно это будет 15 сариды где здесь заезд слышит пацаны а чуть-чуть проехал мне предлагаешь задом туда заехать чё за балет обидно прям до слез обидно а где сгружать где-то вот здесь а а вот тут отброшу 25 ксарей 25 минус 6 19 да чё стоп 19 19 при этом двадцать тысяч пятьсот я за двенадцать процентов урона потерял тысячу денег так ладно расплатимся чутка а я четвертого чувака могу нанять нет пока не могу ладно тогда давайте на сегодня завершать наше путешествие всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем до следующей серии я я я я я я я я